Ну и эту тему детальнее обсудим с нашим экспертом на связи со студией Галым Агелиуов, правозащитник и президент общественного фонда «Либерти». Галым, добрый вам вечер. Добрый вечер. Так, подробно разобрали сейчас ситуацию со СМИ в Казахстане и с тем, что вообще даже по поводу комментариев, как вообще в принципе страна реагирует и на 9 мая и не признает так называемое ДНР, ЛНР. Но тем не менее, хотелось бы начать с общего вопроса. Сейчас какая повестка дня в первую очередь преобладает в Казахстане как яркого представителя Центральной Азии? Ну у нас единственная повестка дня это то, что население, оно выключено от процесса принятия решений. И власти делают все для того, чтобы продолжать такую же политику, для того, чтобы люди не принимали участие в принятии решений. Вот на примере того же митинга в поддержку Украины. Ведь дали разрешить митинг только один раз. Все остальные запрещали. Вот сейчас 24 февраля уже несколько раз подавали на митинг и каждый раз получали отказ. То есть делается все для того, чтобы как бы население поставить зависимое положение и только монополизировать политику в своих руках. Это главная проблема, которая у нас есть. Если говорить не только о политике, а вообще интересах разноплановых, включая экономические. Вот я смотрю, есть аналитическая статья на портале Japan Times. И здесь говорится о том, что Казахстан и Узбекистан делают все возможное, чтобы диверсифицировать свои отношения, пока Москва занята Украиной. Но географию не изменить. Есть глубокие связи и протяженные границы. Об этом сказал Аннет Бор, научный сотрудник программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Getham House. Отрыва от России для Центральной Азии нет и, по крайней мере, в течение многих лет не предвидится. У меня тогда вопрос. Учитывая, что много информации есть о желании Казахстана и Узбекистана близкие иметь отношения как к Евросоюзам, так и Соединенным Штатам Америки, они пытаются это демонстрировать в Торе, скажем так, этой статье, да? Какая же все-таки остается сила? В чем эта сила в этих регионах, учитывая такую активность в сторону Европейского Союза и США? Ну, на самом деле, регион Центральной Азии, просто население, оно хочет быть более активным, более мобильным. Но авторитаризм, который есть в странах Центральной Азии, они приводят к подавлению всех этих ростков гражданского общества и гражданского активизма. И получается, что население, оно поддерживает Украину, оно активно не 100%, но в большинстве своем. Но власти за спиной обществ проводят свою политику, которая идет с учетом интересов России в первую очередь. И получается диссонанс и конфликт, потому что уже на протяжении десятилетий у нас складывается вот такой диссонанс, что население идет, гражданское общество вперед, а власти проводят очень архаичную политику, и это неминуемо приводит к тому, что происходят вот эти социальные взрывы в регионе, во всех странах. Ну и возвращаясь к моему вопросу о повестке дня, да, я имел в виду, отходит ли страна от влияния Кремля в первую очередь. Но сейчас немного, давайте добавлю информации агентства Bloomberg. Итак, путинская война против Украины подталкивает бывшие советские страны создавать новые союзы, чтобы уменьшить зависимость от России. Именно к такому выводу пришли журналисты информационного агентства Bloomberg, и они пишут, что Россия на протяжении десятилетий была игроком с правом вета и привратником в северной Евразии, где ничего особенного не могло бы произойти, если бы это не понравилось Кремлю. Однако теперь ситуация меняется, и Москва с раздражением реагирует на новые союзы в Азии, в Центральной Азии в частности. Пока Россия занята войной, например, войной в Украине, например, Казахстан и Армения начали налаживать контакт со сторонами, влияние которых в регионе Москва долгое время пыталась ограничить. Ну а если говорить об Азербайджане, то, к примеру, с Турцией, да, можем говорить о определенном альянсе, который удалось, процитирую, заполнить пустоту. Так вот, по поводу заполнения пустоты, много говорилось о том, что сейчас в Центральной Азии, в частности, Россия объективно теряет свое влияние. И давайте вспомним сентябрь 2022 года, когда накануне шо с Шанхайской организацией сотрудничества президент Китая Си Цзиньпин впервые, кстати, с начала пандемии посетил другую страну, и лидер Китая прибыл в Казахстан и заявил президенту Касым Жамартакаеву, что Китай будет поддерживать независимость и территориальную целостность Казахстана. Так вот, видите ли вы сейчас новые альянсы, новые союзы, и правда ли сейчас Москва немного теряет эту хватку в Центральной Азии, в частности? Я согласен с этим, потому что появляется люфт возможностей, окно возможностей для граждан Центральной Азии, для управления во главе государства. И появляются новые, возможно, союзы, в том числе экономические и политические. Центральная Азия, как и регион, начинает понимать, что идет процесс объединения, и общая сверка интересов, более активно сейчас решаются приграничные вопросы, и каждый зависим друг от друга, и поэтому регион Центральной Азии постепенно становится единым. И это большой плюс. Другое дело, что насколько это все приведет действительно к независимости от России. Пока процесс идет очень медленно, и действие казахстанского правительства, оно идет так с оглядкой. Они делают все очень осторожно, выверенно, и этот баланс, который всегда учитывает интересы России, параллельно при этом делая шаги по освобождению от этой зависимости. К сожалению, вот пока, вот мелкими шагами, и нельзя сказать, что идет какой-то прорыв, что все страны Центральной Азии уже делают, активно разрабатывают свои политики, внутренние и внешние, которые абсолютно независимы от России. К сожалению, пока этого нет. Все-таки хочется понять позицию руководства Казахстана, учитывая вот эти воспоминания, которые еще свежие по поводу того, как незадолго до российского вторжения Москва согласилась разместить войска ДКБ для поддержки правительства президента Такаева. Ну а потом, когда уже случились события и продолжаются в Украине, то Такаев сначала призвал и Россию, и Украину к диалогу, но вот когда Совет Безопасности, он голосовал за осуждение российского вторжения, Казахстан воздержался. И тут же после этого Такаев отказывается предоставить войска для военных действий Кремля. Ну и Кремль, соответственно, очень даже недоволен тем, что происходит в Казахстане. И вот этот баланс или балансировку, которую пытается держать Такаев, это его личная инициатива, он проверяет на прочность Россию, с какой целью и что может поломать этот баланс, как вы думаете? Ну, он выдерживает баланс, несомненно, он учитывает интересы страны, но этот баланс всегда почему-то получается в пользу России. Пока это так. Нет решительных действий по тому, чтобы сократить влияние России, резко сократить. Есть какие-то отдельные шаги и движения. Поэтому необходимо вот как раз прорыв в этом направлении. А со стороны Такаева мы не видим такого резкого движения ни в экономике, ни в политике. Пока есть отдельные какие-то… Теперь он переключился на внутреннюю политику, и сейчас проводятся уже парламентские выборы и выборы в местные органы власти. Но, опять же, это всё половинческие процессы. Поэтому говорить о честных свободных выборах пока не приходится, но очень интересно будет посмотреть, как пройдут эти выборы. Потому что у населения появляется шанс всё-таки продавить представителей гражданского общества в органы власти, представительные органы власти, и парламент, и местные масляхаты. Поэтому политика всё-таки будет меняться, хоть относительно немного, но в сторону участия народа. И для нас это сейчас главный вопрос. Поэтому Такаев и Россия для нас пока являются очень близкими вещами, потому что декабрь, январские события 22-го года показали, что во многом при участии России происходило вот то, что происходило в Казахстане. И это во многом было под влиянием интересов Путина, Такаева, и задействование УДКБ тоже входило в их расчёты. И в том числе они пришли, благодаря этому привели Такаева к власти. Да, послушайте, а вот если по-другому посмотреть на эту историю, если он, вот, президент Казахстана, господин Такаев, вот так пытается балансировать, но не принимает волевое решение, или туда, или сюда, вот, как говорится, да? А может, какие-то третьи стороны помог, помочь ему принять это решение? Вот, например, воспоминания о том, что не так давно, очень активно он встречался, вёл переговоры и с президентом Турции, и посетил Саудовскую Аравию, Катар, объединённые Арабские Эмираты, ну и другие государства, которые также заинтересованы в тесном сотрудничестве и выбить оттуда Россию. Как вы думаете, с той стороны может быть такой вот, как это называется, волшебный пинок, который поможет ему принять это решение? В обмен на какие-то, ну, интересы совместные? Если по мере ослабления России, это возможно, потому что интересы превыше всего, и внешняя политика, если Россия будет настолько слаба, и если Россия не будет цепко держать Центральную Азию, как жандарм в постсоветском пространстве, то, конечно, будет возможность для Казахстана абсолютно проведения своей независимой политики. Это было бы вообще очень хороший вариант. Но пока мы не можем об этом говорить, страны Центральной Азии, вот пока мы видим интеграционные процессы, и мы их, конечно, все приветствуем, тогда мы становимся более сильными и независимыми от России. И нас это всех устраивает. Ну, раз вы проводите параллели между Такаевым и Кремлем, ну, в частности, вы вспоминали события, январские события, события 2022 года, и давайте вспомним, что, ну, объективно, во многом помог договор Организации коллективной безопасности, ОДКБ. Организации, да, коллективной безопасности. Так вот, в последнее время ОДКБ очень много критикуют, и не только Казахстан, например, Армения, да, вот сегодня уже вспоминали об Армении. Армения тоже грозилась уже и выходить оттуда. Пашинян недоволен тем, что, например, Россия не оказывает поддержку в конфликте за Карабах, соответственно, кивают на то, что вот Турция поддерживает Азербайджан, а Россия как член ОДКБ и вообще страна, которая играет главную скрипку, естественно, в ОДКБ, не поддерживает Армению. Соответственно, Казахстан, я помню, что в прошлом году тоже были неоднозначные заявления, что складывалось, по крайней мере, впечатление, что Казахстан может покинуть договор Организации коллективной безопасности. Вот, соответственно, какова сейчас роль ОДКБ в Казахстане и Казахстана в этой организации? Ну, какая-то часть населения поддержала приход войск ОДКБ в январе 22-го года. И сам процесс смены власти, и он был сопряжён с установлением порядка в стране в эти дни. Поэтому многие поддержали ОДКБ. Хотя организация, конечно, она чисто исходит из политических интересов, военно-политических интересов. И поэтому эффективность ОДКБ как мирового жандарма России для стран, самих же участниц ОДКБ, она неэффективна сейчас. И поэтому каждые страны будут сейчас смотреть на, возможно ли какие-то союзы внутри, например, Центральной Азии, или новые соединения, как участие больше, например, Турции в этом процессе для тюркоязычных стран. Или же, может быть, есть возможность больше ориентироваться с другими странами по советскому пространству. Но есть же ещё ШОС. Поэтому у нас как бы есть выбор. Но насколько это будет всё завязано на Россию, нам вот единственный выход, который мы хотим видеть, это не видеть имперскую Россию, видеть Россию свободной, но свободной от путинизма и Путина. Но, к сожалению, вот то, что сейчас происходит, и освобождение территории Украины, оно пока не предполагает смену режима самой России. А это было бы идеальным для всех нас, для всех стран. Потому что тогда и мы могли бы создавать новые комбинации, которые не зависят от имперского сознания и авторитарной вот этой машины военизированной, которая будет подавлять и подминать все другие страны, которые не угодны России. Нам нужна свободная Россия, но не подсоединяя, как сейчас. Просто вы вспомнили ШОС, но ШОС это скорее об экономике, ОДКБ это скорее о безопасности, да? Давайте сейчас еще немного об экономике, тогда сразу добавлю. Казахстан, вот, например, за последний год активизировал диалог с Турцией, Саудовской Аравией, Катаром и Объединенными Арабскими Эмиратами. В первую очередь речь идет о поставках нефтепродуктов. В ноябре президент страны Касымжамар Такаев заявил, что увеличит экспорт нефти через Каспийское море на полтора миллиона тонн за счет подачи нефти в трубопровод Баку-Джейхан, который идет от Азербайджана к Средиземноморскому побережью Турции. Этот поток идет в обход России, и страна готова увеличивать объемы экспорта. Таков был ответ Казахстана на то, что Россия неоднократно перекрывала потоки по трубопроводу Каспийского консорциума, через который Астана поставляет 80% своей нефти. В России объяснили это техническими проблемами. Также напомним, что Касымжамар Такаев неоднократно заявлял, что территориальная целостность Украины не может быть предметом торгов. Давайте послушаем и продолжим. Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Касымжамар Такаев, президент Казахстана. Ну вот как раз лавирование, о котором вы говорили, это как раз из заявления Касымжамар Татакаева. А вот о нефти. Хотелось бы уточнить, означает ли это, что по сути сейчас Казахстан начинает играть свою независимую достаточно роль и в экономическом плане. Потому что давайте вспомним тот же уголь, когда возникли проблемы с поставками угля в Евросоюз. Казахстан сказал, так вот, пожалуйста, мы здесь есть и готовы занять место на этом рынке. Ну я не совсем с этим согласен, потому что уголь, опять же, продается той же России. Свой уголь россияне продают Китаю. Мы тоже в этом процессе. И наши собственные граждане остаются без угля. и очень много есть конфликтных ситуаций из-за этого. И говорить о том, что мы сейчас можем экспортировать уголь куда-то, это достаточно спорный момент. Кроме того, нефть мы перевозим, например, баржами в Баку, но, опять же, эти объемы, они недостаточны, они минимальны. И поэтому говорить, что буквально в ближайшее время заработает вот этот массовый проход нефти через трубопровод, конечно, этот процесс будет еще не одного года. Но, конечно, обходные пути параллельно нужно создавать. И не должна быть такая завязанность, как, например, газ, который мы отвозили в Оренбург и где шла вот эта переработка и возвращение нам. Хотя мы могли сами все это делать и уже на протяжении 30 лет давно были подумать об экономической независимости. и в газовой сфере, и в нефтяной, и в других, включая обольную. А так получается, что все это делается, но, опять же, за счет наших собственных граждан, которым это все продается плохого качества и по высоким ценам. Поэтому проблема есть и она, к сожалению, не всегда учитывает интересы собственно самих наших граждан. И в Центральной Азии у нас очень большой глубокий проблем. вот это касается и газа и в соседних странах в Узбекистане, например, очень большая проблема. Поэтому нам нужно все это потихонечку создавать действительно экономический союз друг с другом, водные союзы и так далее, для того, чтобы синхронизировать это все и помогать друг другу. Но пока это очень длительный период. И, конечно, чем больше это будет активнее происходить, тем меньше будет влияние России и Россия будет все дальше и дальше уходить от нас. В завершении нашего разговора, просто я хотела, вы говорите, что вот интересы граждан, интересы граждан, интересы государства. Но мы понимаем, что есть разные группы интересантов в государстве. Одна из них это элиты. Элиты бывают тоже разные. Это политические элиты, экономические элиты и так далее. Вот я хочу просто процитировать одного из представителей. Я так понимаю, что учитывая его пост, он, в принципе, представляет какую-то финансовую элиту. Россия становится все более и более токсичной. Что же делать, когда твой сосед пьяница и дебошир, а ты не можешь съехать? Это слова Байбита Апсенбетова, бывшего члена правления крупнейшего казахстанского банка АО «Казкоммерцбанк». Так вот интересно, а элиты Казахстана на чьей стороне? Могут ли они поспособствовать скорейшему выздоровлению Казахстана от зависимости российской? До тех пор, пока не будет давления на правительство, власть, здоровое давление, элиты будут играть только на себя, на свои интересы. Потому что, как показало вот это 30-летнее правление Назарбаева, правящие элиты, разбившись по клановым интересам, они фактически съедали бюджет, используя только это для себя, для собственного развития обогащения, но не для развития инфраструктуры самой страны и имели не государственные интересы и ценности, а у них формировались чисто потребительское отношение к бюджету и потребительское отношение к народу. И поэтому отстранение народа от принятия решений опять же привело к тому, что и в экономическом плане, и в политическом плане народ не принимает решений. И это приводит к тому, что конфликтность она будет расти и, к сожалению, это касается всех стран. Народ не принимает решений и это приводит к тому, что конфликтность она будет расти и, к сожалению, это касается всех стран Центральной Азии, потому что народ сам по себе, власти сами по себе, а это неминуемо придет к тому, что слабые места будут рваться и взрываться. И, к сожалению, в будущем регион Центральной Азии может быть достаточно взрывоопасным. Этот процесс идет. Галым, будем вас благодарить за этот анализ и по Центральной Азии, и в частности по Казахстану, развернутым таким ответом. Галым Агелиов, правозащитник, президент общественного фонда «Либерти».